Южная Америка Амазонская гелия – одна из самых уникальных природных зон на планете. Этот дождевой лес португальцы назвали Сильвой, хотя его научное название – Гелей. На территории Южной Америки выделяют следующие природные зоны – влажные экваториальные леса, сельвы или гелия, саванны и редколесье, льянос, степи, пампасы, полупустыни и пустыни, анды – да-да, это тоже природная зона – и жестколистные леса. Там, где восточные предгорья Ант спускаются на равнины, взор открывается одной из величайших панорам на планете Земля. На сотни километров вокруг простирается настоящий океан буйно-зеленой растительности. Это сельва, так называют вечно зеленые экваториальные леса Амазонии. Влажные экваториальные леса, расположенные в бассейне реки Амазонки, находятся по обе стороны от экватора и занимают почти половину площади материка. Это самый крупный по территории лесной массив на всей нашей Земле. Погода в лесу стабильна в течение всего года. Дневная температура поднимается до плюс 35 градусов, а ночная понижается до плюс 20 градусов. Влажность воздуха сохраняется на уровне около 100%. Дожди тут явления ежедневные. На бедных минералами красно-черных ферролитах растут не менее 40 тысяч видов растений. В чем же секрет? Все просто. Опадающая листва в условиях жаркого и влажного климата быстро перегнивает, и перегной сразу усваивается растениями, не успевая накапливаться в почве. Амазонские леса – это естественная оранжерия, раскинувшаяся на огромных пространствах от Ант до берегов Атлантики. Все виды жизни представлены здесь в фантастическом разнообразии форм, окраски, размеров и видов. Животные и растения стремительно растут, бурно размножаются и ведут бесконечную ожесточенную борьбу за существование. Главной особенностью вечно зеленого тропического леса является его вертикальное разделение на несколько этажей, ярусов. Все эти этажи – рассекающие лес, хорошо заметны с реки. Различают затопляемую, незатопляемую и горную гелею. В речных поймах, затапливаемых водой, обедненные леса из невысоких деревьев с дыхательными и ходульными корнями. На возвышенных участках густые многоярусные до 10 ярусов, незатапливаемые леса. До высоты 40-50 метров поднимаются, например, сейба – хлопковое дерево и дающие борозильский орех – бертолеция. Верхние ярусы 20-30 метров. В основном деревья с ценной древесиной – палисандровая, паубразил, махагония, а также фикус и гиве, из млечного сока которой получает каучук. В нежних ярусах под пологом пальм растут шоколадные и дынные деревья, а также древнейшие растения на земле – древовидные папоротники. Деревья густо перевиты лианами. Здесь можно увидеть много ярко окрашенных орхидей. А еще здесь можно увидеть уникальное растение – виктория амазонская или виктория регия. Это самая большая кувшинка в мире. Диаметр загнутых кверху листьев может превышать 2 метра. Они могут выдержать вес более 30 килограмм. Животный мир в экваториальных лесах – самый многообразный. Многие из них приспособлены к жизни на деревьях. Их природа одарила цепким хвостом, как, например, ленивец, опоссум, цепкохвостый дикобраз, широконосые обезьяны. Здесь – настоящее царство для пауков и насекомых. Ягуары, броненосцы, муравьеды, пума и костовая собака. Сотни видов разных бабочек, десятки видов обезьян и тысячи насекомых населяют каждый уголок леса. Одни из самых опасных – крокодилы и анаконды, а также амазонские пираньи. Мир птиц Амазонии – самый богатый на планете. Здесь живут туканы, попугаи, калибри и гарпии. Огромный мир Амазонии обязан своим существованием в самой полноводной реке планеты. Именно амазонка создала зону жизни, подобной которой нет нигде на Земле – самый большой и на менее изученный лесной массив нашей планеты. В реках здесь живут приблизительно 2000 видов рыб, треть – всей пресноводной фауны земного шара, в том числе и арапайма – самая большая из пресноводных рыб, кровожадные пираньи, самы, электрические скаты и электрические угри.